Шум, ссоры и потасовки в когда-то спокойном дворе на улице Шухова начались, как только в нем открыли хостел. Оценив тревожные тенденции, жители, посовещавшись, решили происходящее необходимо фиксировать. Постоянные начались угрозы ежедневные. И не давали реально круглосуточно спать. Доказательств нет, и пришлось поставить камеру, сказала местная жительница. Как в воду глядели. Вскоре в объектив попало настоящее преступление. Владислав Калашников сделал замечание хулигану из хостела, прыгавшему по капотам чужих машин. В следующее мгновение на него набросились сразу три человека. Профессионально били руками и ногами, применяли удушающие приемы. Травма головы вон за ухом видно, черепно-мозговая. С разных сторон. Туловище раздеться сейчас не могу. Ушибы по всему телу, говорит житель двора. На нижней сыромятнической ситуации развивается ровно по тому же сценарию. Под окнами общежития сутки, напролет смех и крики. Часть постояльцев совершенствует навыки единоборств, распугивая запоздалых прохожих. На жителей пока не нападали. Но полноконтактные спарринги уличных бойцов между собой часто заканчиваются побоищами стенка на стенку. В общежитии, где по разным подсчетам на двух этажах размещается от двухсот до трехсот человек, банально не хватает жизненного пространства. Двор и окрестности превращены в общественный туалет и помывочную. Наши детские площадки все, прошу за выражение, загажены, жалуется москвичка. Доказательств гигабайты. Среди открыто попирающих моральный устой замечен и охранник ночлежки. От предъявленных аргументов охранник отвернулся. А человек, называющий себя комендантом, незаметно сорвал с себя бейдж с данными, а вслед затем попытался сорвать и съемку. Устав от бесполезных препирательств, жители попытались вызвать участкового. Но на звонки никто не ответил. Не принес результаты и личный визит в пункт охраны общественного порядка. Когда на Нижней Сыромятнической появились люди в форме, жизнь обитателей ночлежки шла по привычному распорядку. Одни посреди рабочего дня отдыхали на детской площадке. Другие слонялись по подворотням. Быстро выяснилось, что многие клиенты общежития не имеют документов, а его сотрудники трудовых договоров. Даже назвать работодателя не могут. Комиссию анонимный комендант вышел встречать в деловом костюме, широко улыбаясь. Его сразу же попросили надеть маску. При этом было заметно, что смысл словосочетания прокурорская проверка просто не доходит. Обнаружив собственную несостоятельность по документально-организационной части, деятельный мужчина по привычке попытался придраться к нашей съемочной группе. Даже через маску было понятно, что улыбки на его лице больше нет. В ходе осмотра выявлен целый комплекс нарушений санитарно-эпидемиологического противопожарного и миграционного законодательств. Прокурорская проверка продолжается. Ее результатов с нетерпением ждут десятки людей, страдающих от соседства с диким общежитием.